Америка Америка страна, известная своим гостеприимством и щедростью, однако преступность продолжает преследовать города, делая некоторые из них самыми опасными для жизни. Факторы, влияющие на уровень преступности, включают бедность, насилие со стороны банд, вооруженное ограбление и отсутствие финансирования со стороны полиции. Хорошая новость заключается в том, что за последнюю четверть века количество насильственных преступлений резко сократилось, хотя многие граждане считают, что уровень преступности все же выше, чем есть на самом деле. В этом видео 15 самых опасных городов для жизни в США, исходя из отчета Федерального бюро расследований на 2020 год. Начну с конца списка и на 15 месте Чикаго, штат Иллинойс. Здесь более 70 общественных территорий и 100 кварталов. Несмотря на то, что полиция насчитывает более 13 тысяч человек, в городе Ветров живет около 3 миллионов и еще миллионы едут сюда как по делам, так и для удовольствия. Это приводит к длинному списку криминальных возможностей и многочисленным потенциальным жертвам. В целом, по уровню личной безопасности город занимает низкое место. Данные статистики преступности показывают, что общее количество преступлений снизилось. Правоохранительные органы расследовали 492 убийства, однако в округе Кук, который включает в себя город Чикаго, к концу 2020 года произошло более 700 убийств, а также 4000 расстрелов. На 14 месте Хьюстон, штат Тексас. Если посмотреть на численность его населения, это не только один из крупнейших городов, но и один из самых разнообразных. Жители этого мегаполиса, который занимает около 655 миль в юго-восточной части штата, говорят на более чем 145 языках. К июлю 2021 года, по данным статистики, численность населения превысит 2,4 миллиона человек, а миллионы посетителей будут приезжать в город каждый год. Он занимает шестое место по количеству ограблений по сравнению с другими крупными городами США, а уровень убийств более чем вдвое превышает национальный показатель. Расположенный примерно на полпути между Бостоном и Нью-Йорком, Коннектикут долгое время был популярным местом для лыжников, туристов и любителей истории. Но Хартфорд, столица Коннектикута, имеет дело с двумя основными проблемами – преступностью и тяжелой экономикой. Здесь высок уровень безработицы и бедности, что, по мнению экономистов, привело к росту преступной активности. Например, только за первые шесть месяцев 2019 года в городе было совершено 505 насильственных преступлений, в том числе 11 убийств. Около 225 человек заявили об угоне автомобилей, а жители – о 180 кражах со взломом. 12 место. Чатануга, штат Теннесси. Статистика показывает, что в штате Теннесси один из самых высоких уровней насильственных преступлений в стране. Лучшие туристические эксперты назвали Чатанугу одним из лучших мест для путешествий в стране, но по сравнению с другими городами с аналогичной численностью населения, уровень преступности в Чатануге чрезвычайно высок. Количество изнасилований, убийств, вооруженных ограблений и нападений в городе является одним из самых высоких в США. Каждый 93-й человек является потенциальной жертвой. Кражи автотранспортных средств также представляют собой огромную проблему, которая в 2020 году увеличилась на 85%. 11 место. Бомонд, штат Тексас. Хотя это может быть не самый опасный город в Америке, Бомонд с населением около 118 тысячами человек занимает одно из первых мест по убийствам и другим насильственным преступлениям. Фактически каждый 94-й человек в городе может стать жертвой. Бомонд находится примерно в 85 милях к востоку от Хьюстона, области штата, которая регулярно сталкивается с серьезными разрушениями из-за ураганов и их посредствий. Баффало, штат Нью-Йорк. Уровень преступности составляет 1238 преступлений на 100 тысяч человек. Это 10-й самый опасный город Америки. Уровень преступности снижается с высокого уровня 90-х годов, но из-за 30-ти процентного уровня бедности в городе полиции сложно снизить количество инцидентов. Тем не менее, количество убийств здесь на данный момент самое низкое за последние 10 лет. Атланта, Джорджия. Девятый полуопасности город Америки. В среднем на 100 тысяч человек совершается 1379 преступлений. Город является важным перевалочным пунктом в торговле наркотиками, что создает благоприятные условия для совершения преступлений, связанных с наркотиками. В Кливленде, штат Огайо, уровень преступности составляет 1384 преступления на 100 тысяч человек, что делает его восьмым самым опасным городом. Увеличилось количество убийств и грабежей, но заметно уменьшилось количество изнасилований, стрельбы без смертельного исхода и нападений при отягчающих обстоятельствах. Каждый пятый житель Кливленда имеет шанс стать жертвой преступления. Город Балтимор, штат Мэриленд. Самый большой город в штате. Здесь уровень преступности составляет 1405 преступлений на 100 тысяч человек, что делает его седьмым по опасности городом в Америке. Хотя многие районы безопасны, есть районы, где в самом городе полно насильственных преступлений. В Балтиморе уровень насильственных преступлений выше, чем в среднем по стране. Бирмингем, штат Алабама. Самый густонаселенный город штата. Он занимает шестое место в десятки самых опасных городов Америки. Уровень преступности здесь 1518 на 100 тысяч человек. Как и в других городах США, уровень бедности высок в районах, склонных к совершению преступлений. Еще один серьезный фактор преступности – это проблема региона с торговлей наркотиками. Положительным моментом является то, что уровень преступности снижается с момента своего пика в середине 90-х годов. Стоктон, штат Калифорния, занимает пятое место в списке десяти самых опасных городов Америки с уровнем преступности 1548 преступлений на 100 тысяч человек. Нападение при отягчающих обстоятельствах – это самое распространенное преступление в городе. Незначительно выросло количество изнасилований и убийств, но уменьшается количество других преступлений, включая имущественные преступления и кражи со зломом. Мемфис, штат Теннесси – четвертый по опасности город. Уровень преступности составляет 1750 преступлений на 100 тысяч человек. Этот густонаселенный город был одним из самых жестоких городов в течение последних десяти лет, но число насильственных преступлений снижается. Два фактора, способствующие высокому уровню, включают бедность и высокий уровень безработицы. Уровень преступности в Сент-Луисе, штат Миссури, является одним из самых высоких. На 100 тысяч человек совершается 1777 преступлений. Уровень преступности достиг пика в 1993 году и неуклонно снижается. Уровень убийств высок по сравнению с другими штатами Америки. Большинство убийств здесь совершают мужчины. Многие преступления сосредоточены в треугольной зоне северной части Сент-Луиса. В Окленде, штат Калифорния, уровень преступности составляет 1993 преступления на 100 тысяч человек, что делает его вторым по опасности городом в Америке. Преступность в городе начала расти в 1960-х годах. Хотя он занимает одно из первых мест в списке самых опасных городов, сокращение преступлений достигнул значительный прогресс. Преступления, совершаемые с применением оружия, чаще всего совершаются в районах, охваченных бедностью. Большинство из них связано с торговлей наркотиками, поскольку он является крупным центром распространения героина и кокаина. Уровень грабежей высок, а торговля наркотиками провоцирует групповое насилие с применением оружия. И, наконец, на первом месте стоит Детройт, штат Мичиган. С момента своего экономического краха, когда из города уезжали тысячами, Детройт сильно преуспел и продолжает активно восстанавливаться быстрыми темпами. Однако уровень насильственных преступлений все еще высок и составляет 2123 преступления на 100 тысяч человек, что делает его самым опасным городом Америки. Важно еще раз подчеркнуть, что уровень преступности в Детройте снижается. Он был самым высоким из других американских городов с 1970-х годов. К наибори распространенным преступлениям относятся связанные с наркотиками, нападения при отягчающих обстоятельствах, вооруженные ограбления, убийства и непредумышленное убийство по неосторожности. Редактор субтитров А.Семкин